Переезд в новую квартиру – большое событие для семьи Сергановых из Карачаева. Их старый дом в аварийном состоянии, но теперь все в прошлом. В первый день марта они получили заветные ключи от квартиры, которые и уютнее, и гораздо теплее. Потом уже, когда ключи получила, я сразу на двоечку. Но жарко невозможно. Обои очень хорошие, красивые обои, светленькие. Многодетная мама воспитывает троих детей. Старший Денис уже учится в Тюмени. Дочка Настя скоро закончит школу, а младшему Саше еще учится и учится. А еще с Сергановыми живет бабушка. Именно она, Татьяна Лаврентьевна, в 1979 году привезла Наталью на Ямал. Вообще, мама меня сюда привезла очень-очень давно, в прошлом веке. Да. Вот. Ну, естественно, в каких домах тут? Всех деревянных домах жили. Вот. Кругом щели, потолки падают, полы проваливаются. Вот. Ну, наконец-то получили. Получается, сколько? Наверное, с 97-го года, да, мы стояли. Да. Да. Как бы на улучшение жилищных условий. Будучи молодой и любознательной женщиной, Татьяна Лаврентьевна приехала на Север на несколько лет. Так она думала. Но прекрасно и в то же время суровый край настолько сильно покорил ее, что осталась здесь надолго. Приехала я из Калининградской области, из Калининграда, города Калининград. Ну, конечно, насчет климата очень боялась, что здесь такие морозы, все-таки все. Но когда приехала и поняла, что в мороз здесь абсолютно не холодно, чем как там у нас мало градусов, но ветер пронизывающий, мокрый такой, влажный. Здесь даже в 50 градусов не ощущаешь этого. Переезд в новый дом не только очень волнительное событие, но и энергозатратное. Нужно и люстры установить, и пыль протереть, и мебель прикупить. Диван следующий на очереди, шкаф. Ну, как все, обставим, так, будем заселяться. Совсем скоро новоселье отметят еще сотни карачаевских семей. Здесь достраивают три дома на 300 квартир. Сейчас рабочие занимаются фасадными работами, внутренними инженерными сетями и чистовой отделкой. Отделка у нас на сегодняшний день завершена процентов на 60 внутренние. И планируем до конца мая отделку завершить и где-то с середины мая начинать благоустройство. По плану строители должны закончить к концу этого года. Однако подрядчик опережает график почти на месяц. Как только жители отдаленных микрорайонов переедут в новые квартиры, вопрос с переселением северян из аварийного жилья в Карачаево и Лимбияхе будет закрыт. Это одна из ключевых задач губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Обеспечение ямальцев качественным жильем сегодня является нашей главной задачей. Цель на пятилетку – расселить один миллион квадратов аварийного жилья. Сказано, сделано. Всего за три года и три месяца на Ямале расселили 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали 25 тысяч семей. Среди них и семья Сергановых. Алена Ядня, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульсевера». Субтитры создавал DimaTorzok